Привет, друзья! Вы на канале Дневники Хирурга. С вами на связи врач-хирург Кутепов Денис. Первая категория. Стаж работы 10 лет. И мы начинаем новую рубрику под названием «Правда или миф?», где я буду рассказывать о интересующих вас вопросах, заблуждениях, и мы будем с вами уже определяться, правда это или миф. И если правда, то почему? Если миф, то почему? И откуда этот миф взялся? Поехали! И первый вопрос, который попадает в нашу рубрику, который волнует множество людей, часто задается мне в комментариях, правда или миф, то, что после операции удаления желчного пузыря, холецистоктомия, у человека начинается панкреатит, то есть человек начинает болеть панкреатитом. Сразу, друзья, скажу, что это миф, и сейчас я объясню, откуда же этот миф взялся. Дело в том, что у поджелудочной железы и у желчного пузыря, во-первых, один выводной проток, то есть их протока два, но затем они объединяются в один, одно выводное отверстие. Это большой дуоденальный сосочек в стенке двенадцатиперстной кишки. В этом дуоденальном сосочке сливаются как раз-таки протоки желчного пузыря, то есть общий желчный проток и проток поджелудочной железы. Соответственно, эти два органа строго взаимосвязаны, так сказать. Они связаны и объединены одним выводным протоком. Если же этот проток забивается, то страдают, соответственно, оба этих органа, как желчный пузырь с печенью, соответственно, так и поджелудочная железа. То есть нарушается отток из обоих этих органов, если забивается выводной проток, то есть выводное отверстие, сфинктер-одди, как его называют, либо большой дуоденальный сосочек. Чем же он может забиваться? Конечно же, друзья, он забивается камешками. Мелкими камешками, которые образуются правильно в желчном пузыре. Бывает такое, что камни образуются в поджелудочной железе, но это крайне редкие казуистические случаи. Камни в поджелудочной железе. И то вопрос остается открытым, откуда они там берутся. Некоторые считают, что они образуются прямо в поджелудочной железе. Некоторые же считают, что опять же идет заброс из желчного пузыря в проток поджелудочной железы. Потому что они взаимосвязаны, как я вам уже сказал. И эта версия также имеет право на жизнь. Она весьма логична. Так вот, друзья, образующиеся камни, мелкие, как правило, камешки, периодически закупоривают общее выводное отверстие у двух органов. У желчного пузыря и поджелудочной железы. Чем это чревато? Чревато это тем, со стороны желчного пузыря, это, во-первых, прогрессия заболевания, то есть прогрессия желчекаменной болезни. Если идет застой желчи, соответственно, камни образуются в ускоренном темпе. А со стороны поджелудочной железы застой приводит к хроническому панкреатиту. То есть к хроническому панкреатиту приводит именно желчекаменная болезнь, а не операция удаления желчного пузыря. Почему же люди говорят, что именно после операции у них появился панкреатит? Дело в том, что поджелудочная железа, она очень терпима, так сказать, к повреждению. И клиника панкреатита формируется у человека только при повреждении более 50% ткани поджелудочной железы. То есть, вы представляете, должно повредиться больше половины поджелудочной железы, для того, чтобы у вас появились начальные симптомы хронического панкреатита. Как долго она терпит издевательства над ней? А клиника желчекаменной болезни развивается намного раньше. Как только появляются камешки, и они начинают периодически выходить, желчный пузырь быстро растягивается, формируется колика. То есть, это может быть печеночная колика, желчная колика. Человек чувствует боль, и он уже знает, он идет на УЗИ, дифференцирует на УЗИ камень желчного пузыря, и он уже знает, что у него желчекаменная болезнь. Это происходит довольно-таки быстро. В редких случаях бывает такое, что камень лежит там очень долгое время и является находкой на УЗИ. Но, как правило, клиника желчекаменной болезни, она манифестирует намного раньше, чем клиника панкреатита. То есть, клиника появилась, человек помучился там какое-то время, потом он все-таки решился на операцию, удаляет желчный пузырь, уже как бы забывает об этом, а потом только манифестирует панкреатит, потому что поджелудочная очень терпелива, как я уже вам сказал. Вот отсюда и рождается этот миф, друзья, что после удаления желчного пузыря у человека может развиться хронический панкреатит. Хотя, на самом деле, и вы теперь об этом знаете, именно желчекаменная болезнь является провоцирующим фактором для хронического панкреатита, а не удаление желчного пузыря. И чем раньше вы избавитесь от желчекаменной болезни, тем меньше вероятности, что у вас разовьется хронический панкреатит. Но, конечно же, одно удаление желчного пузыря от хронического панкреатита не спасет вас никоим образом, даже если удаление желчного пузыря было своевременным. Потому что у панкреатита еще есть куча других причин. Алиментарное, то есть неправильное питание, самая частая причина у женщин. Алкоголизм, самая частая причина у мужчин, которые даже не считают алкоголизмом регулярное употребление спиртных напитков. Ну и помимо этих двух главнейших причин, еще тоже причин хватает, но об этом я сейчас подробно рассказывать не буду. А про лечение панкреатита, если вам интересно, у меня есть видео, переход будет вот где-то здесь, в конце этого видеоролика. Наверное, прямо сейчас, друзья. Потому что на сегодня все. Если какие-то вопросы остались, обязательно пишите в комментариях. Всегда рад ответить. Либо снять такое вот коротенькое познавательное видео по вашим зарядкам. До новых встреч, друзья. Всем здоровья. Пока.